Показал свой особняк, приезжал... Погоди, что? А, это Дундук Общагу показывает? А ты слышал о карте, сделанной специально для геймеров? Она сразу стала мастхэв. Дает отличный кэшбэк за покупку ноут, девайсов, игр, кафе и доставку еды. Тинькофф Банк знает, что нужно геймерам. Прямо через приложение ты можешь купить игры для Steam с кэшбэком и скидками. Какую бы карту All Games ты не выбрал, кредитную или дебетовую, ты получишь дополнительные бонусы. По дебетовой тебе начислят 500 бонусных рублей после первой покупки, а по кредитке юзай промокод All Games 12 для года бесплатного обслуживания. Карта для геймеров доступна с 18 лет. Еще нет 18? Не беда, ты можешь оформить молодежную карту с крутым дизайном. Выбирай свою карту Тинькофф, заполняй заявку за 5 минут и жди курьера. Он привезет ее тебе бесплатно. Бонусные ссылки в описании. Блядь, эти районы, кварталы жилые, массивы. С той стороны. Вот тут вот парикмахерская. Короче, где-то тут парикмахерская. И когда ты предъявлял с туда, кто там вообще за 100 рублей что ли стригли. Да, да, майорские, да. Забор какой-то типа. Раньше его не было, что-то гордили. Вот этот дом культуры. Тут вроде как впервые Ария концерт свой давала. Вот тут на первом курсе у меня был в этом корпусе пара истории. Вроде были. Ну, короче, мне поставили автомат четверкой только из-за того, что я... Бля, погоди, он в Таркове в катке и типа пизди про это. Пришел, короче, на последнее занятие. Думал, блин, может проебать. И потом подумал, ладно, недушные занятия были. И пришел, и на халяву автомат получил тупо. Вот тут пивнуха. Не знаю, есть ли, честно. Да, в Пивариус. Пивариус, блядь, это было легендарное место. Я просто обожал Пивариус на самом деле. Ну, мы туда довольно редко ходили, но типа там можно было разное прикольное пиво попробовать. Ну, кто там был пару раз? Вот там мог... Была еще чебуречная СССР. В ноли я там покупал пожрать себе. Чебуречная СССР я тут бухал. Там просто сообразим на троих вот эти все районы были классные. Я три раза пересмотрел. Вот в Верной мы, помню, с Ленечкой ходили. А это я. Помню, мы с Леней как-то вышли ночью после 11, что ли, в магазин какой-то. Уже не помню конкретно в какой. Но, возможно, вот в этот. Тут, короче... А, он закрылся. А, это там пиво после 11 продавали. Или вот он. Короче... А, вот, да, шаурма-шаурма, не, 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 вот, до левой. Тут был продавец, иностранный специалист. И, короче, он Лене продавал пиво. А мне, сука, не продавал. И, короче, вернулись в общагу. И на следующий день или через день приходят двое полицейских. И начинают затирать то, что мы с Леней якобы сломали там какое-то лобовое стекло какого-то препода. Блядь, я точно помню, реально полицейские нам говорили, что мы сломали... Я вообще забыл полностью про эту историю. К нам реально менты что-то пришли и сказали, типа, вы сломали что-то лобовое стекло. Вы в этот момент выходили из общаги, и там, типа, стекло разбили. Это были вы. Потому что, ну, короче, по таймингам. Ты каждый раз, когда выходишь из общаги поздно, ты, ну, прописываешь себе, что ты выходишь. И, типа, время там, все вот это вот. И когда заходишь, то же время. И именно в этот тайминг, короче, какой-то чел, хейтер какого-то препода, разъебал ему лобовое стекло. Ну, или какое-то стекло в тачку. Ебать, дрон заполнил. Ну, а люди, короче, вообще не было. И два господина полицейских пришло меня прессовать. Типа, то, что это я и... А, да, да, да. Я ж тогда, блядь, ушел. И они до дрона доебались в соло просто. Там еще намекали на то, что мой сосед, который там вообще не причастен к чему его разбил. Ну и все вроде, ну, пока ничего не могу вспомнить. Помню, тут дорога вообще вся в ямах была. Почему-то за моей общагой. А, это наша общага, да. Наверное, из их... Ну, типа, видно, да, то, что тут... А, вот, вот. Тут нам уже хучили. Да, 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 да. Ну, что нам попугай под жопу петуха смотрит. Аксель, что за х... Ну, я так понял, ментам просто хотелось, типа, закрыть эту тему. Я так понимаю, что они Шерлоков из себя разыгрывали. То, что, типа, рядом с общагой разбили машину. Значит, это люди, которые живут в общаге. Посмотрели, кто в это время примерно выходил. Это были вы. И, типа... Просто, ну, реально, Шерлок и Холмсы, пиздец. Я помню, пришел, блядь, дрон перепуганный, пиздец. Говорит, менты приходили, говорят, мы машину разбили. Я такой, типа, чего, блядь? Ну, ладно, видимо, он закончил. Не, блин, а вы хотите посмотреть? Я могу реально показать эти места? Мне кажется, это прикольная тема. Не знаю. Ну, если вам не хочется видос смотреть, я тебе могу реально показать, где я жил. Вот это вот все. То есть здесь так мельком было, но я бы хотел, на самом деле, чекнуть. Московский авиационный институт. Так, давайте начнем с него. Так, окей, карты. Давайте чекнем. Давайте чекнем. Он находится... Ну, вот он, собственно, да. Типа, пересечение Валакалабского и Ленинградского шоссе. И вот здесь посередине. А как, блядь... А как ходить? Как ходить? Как ходить, блядь, я забыл. Погодите, а как ходить на гугл-картах? То есть мы можем вот сюда, допустим, приблизить. О, нормально, как-то. Нормально. Блядь, до сих пор этот ебаный ремонт. Короче, суть в том, что было очень много разных общак. Было очень много разных общак в нашем прекрасном, прекрасном вот этом студенчестве. Вот. Давайте пройдем к моей общаге. Блин, ебать, тут красиво прям. Блядь, так хочется там снова побывать. Но я понимаю, что там уже совершенно другие люди сейчас. Короче, а, блядь, а почему? А почему я не могу проехать туда? Почему я не могу проехать к башне? Короче, вот здесь высокая общага башни. Блядь, тут как будто ее снесли. А, вон она. Обшарпанная говно ебаная. Так вот, давайте подъедем к ней с другой стороны. Тут и... О, 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 о. Найс. Короче, вот туда, если пройти, там, это, там, ЦК, Стрешнево. Там парк прикольный, в нем бухали постоянно. Вот. Здесь трамвайные остановочки, на которых можно доехать до метрока. Его тоже посмотрим. А вот это вот общага башня. Шестнадцатиэтажное. Что-то из восьмидесяток какое-то здание. На первом этаже качалку сделали топовую. Но прикол в том, что, блядь, наша комната была с другой стороны. Если вы сейчас вот увидите... Блин, тут сложно это, конечно, увидеть. Нужно ее прямо посмотреть так, под нормальным углом. И, ну, короче, вот где-то там были наши окна. Тут еще прикол в том, что на всех вот этих вот проводах были навешаны пары кроссовок. Потому что, я так понимаю, это какая-то бандитская тема была. Хуй с этой. Мне так отец объяснил. Да, это наша общага. Это считается, ну, по сути, самая блатная общага моей. Потому что все остальные были, ну, скажем так, несколько уебищные четырехэтажки. Одна из которых, кстати, сгорела, пока я учился. Но это не потому, что она была в плохом состоянии. Это потому, что... Потому что там долбоебы жили. Вот она где-то вот там вот находится. Вот. И на этом районе мы охуенно существовали. Там магазин Тухляк называется. Мы туда ходили постоянно. Что-то покупали сигареты или еще какое-нибудь говно. Притом там карты, короче, не принимали. Приходилось расплачиваться постоянно наличкой. Вот. А башня, да. Башня была прекрасным местом. Тем более, что вот из этих окон открывался охуенный вид на Останкинскую башню. Потому что Леня ее поджег. Да не поджигал я ее. Ее поджигли какие-то странные чуваки из УВЦшники. Военное училище или что-то такое. А вот это был корпус, в котором находится мой деканат. Я туда постоянно ходил, чтобы мне пизды не дали. То есть там все основные вопросы решались. Плюс в какой-то момент в этот корпус переехала моя кафедра. Во, да-да-да. Это моя кафедра. Мой факультет четвертый радиоэлектроник информникации информационной безопасности. Как раз информационную безопасность я заканчивал. Они, кстати, прям нормально отстроились. Прям кайфарик. А вот в этом здании у меня иногда проходила военная кафедра. Самое скучное дерьмо на свете, если честно. Вот. И вот так вот мы жили. По сути, вот это основное, как бы, хуйня, которую вы видите, да, снаружи, так сказать, мои. Вот это вот, вот это вот прекрасная хуета. В ней, правда, нихуя нет, по большей части. Я никогда в ней не был. Но, но выглядит очень монументально, если честно. Так вот, если мы заберемся несколько выше. Здесь, кстати, вот на первом этаже раньше были разные автомобильные салоны. Прям такие топовые. Но я так понимаю, что все эти компании уже съебались. Теперь тут траектория, траектория, что-то там. Короче, похуй. Что-то авиамоделирование какое-то. И теперь мы по Ленинградке отправляемся в самое важное место для любого человека, который живет в общагах мои. Подки в 2021. А, реально? Бля, охуенно тогда. Тогда, видимо, эти штуки закрылись задолго до. Тогда окей. Здесь? Ебать, мой хуй. А где шурмешки? А, вот там теперь они. Фух. Ну да, там же Собянин все ларки убрал. Вот здесь не было вот этого, короче. Тут тупо был спуск вниз. Я так понимаю, что реально облагородили все. Выглядит реально пиздато. Вот там трамвайные остановки. Продвигаемся дальше. Да, это Войковская. Самое лучшее. У Палыча. А, у Палыча было, да. У Палыча было. Ля, пиздец, я скучаю по этим местам, если честно. Вот это, конечно, вкуснятина. А это уже 2022, да. Короче, вот это, вот это место, где мы тусили. Вот здесь метро, понятное дело, приезжаешь, ну или доходишь до сюда от маёвника. Здесь KFC. Самая топовая хуйня вообще на свете. Там парк, старый кинотеатр, который уже давно не кинотеатр. И там мы на скейтах катались, когда был 16-17 год. Да здесь уже начинается метрополис. Метрополис, это вообще топовое место. Дед, выбери другой год, чтобы мы видели, как всё выглядело в твоё время. А, а тут так можно. А, реально можно. Так, окей, метрополис 16-го года. Да, 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 это метрополис 16-го года. Возможно, где-то я там прямо хожу в этот момент, кстати. Потому что это было излюбленное место. Там был перекрёсток, гипер, который на самом деле был карусель. Там были топовые какие-то места. Там было MVideo, Sportmaster. То есть всё, что тебе было нужно, оно находилось вот там внутри. Притом он в какой-то момент там пиздец расширился. Но сейчас, конечно... Сейчас, конечно, он... Не, он всё равно довольно приятно выглядит на самом деле. То есть весьма приятное местечко. Весьма приятное местечко. То есть там что-то скорая к кому-то приехала. Вот. А ну-ка, в 2015-й ещё более ранний момент. Ну, просто солнце под таким углом. А ну-ка, в 2013-м я ещё и даже не учился. Но это место особо не менялось за всё это время, на самом деле. Вот. Ну, давайте перепрыгнем обратно к метро. Посмотрим, как это выглядело в моё время, скажем так. Ну, да, да, вот так оно и выглядело. Да, это вот эти старые, вот эти вот разъёбанные штуки. Сейчас, ну, конечно... Сейчас... О, я люблю Войковский. Нихуя себе. Не, сейчас это, конечно, блядь... Конечно, если бы тогда такое отгрохали, я был бы весьма счастлив. Но и так было неплохо. Не, сейчас Войковская выглядит безумно ухоженно. То есть такого даже близко не было в то время. Вот. Так, окей, давайте до тех... Блядь, тут что, пешком что-то записывали? Чувствую, что... Блядь, тут сквозь дом прошёл. Чё за хуйня? Типа чел с GoPro какой-то прогуливался. Я не понимаю, что-то странные какие-то эти... Окей, 2021-й вернулись. Не, блин, прекрасные места, на самом деле. Прекрасные места. Войковская ремастер. Да, да, это буквально... Ну, мне кажется, во-первых, камера лучше стала в этот момент. Во-вторых, просто, типа, реально облагородили очень сильно это место. В 2022-м действительно выглядит намного лучше. А теперь возвращаемся в 2017-й год. Да. Вот это, вот это, вот это то, как я её помню, блядь. Вот это, вот это она. Вот это она. Но тут уже лариков нету. Тут уже всё облагородили немножко. Ну да, это... Тогда не было даже близко такого навеса. Тогда просто, типа, спуск вниз был. То есть ничего более. А теперь, если мы вернёмся в 15-й... Вот этот Стардокс... Ебать, я его любил. Я так любил этот Стардокс. Тут ещё шаурпа была рядом где-то. Тут, типа, мороженое. Вот это, вот это было топчик. Вот это реально. Вот это войковская, которую я нежно любил. Идёшь по мосту. А ещё была вот эта вот надпись «Мои». Было охуенно. Было охуенно, конечно. Конечно. Ну, в принципе, да. Выглядит сейчас намного более ухоженно. Ваша реклама. Но... Как-то души, что ли, нету. Души уже в этом нету. Вот этой вот... Как будто вот... Было ещё что-то от нулевых в тот момент. А вот уже если в 2022... Да, поухоженнее. Но... Как-то не то, не то, не то, знаете. Я помню это место совершенно другим. Неприятно, конечно. Неприятно, что всё так поменялось. Ну, хотя бы асфальт хороший сделали. Похуй. Ностальгируешь? Да, да. Есть такое, да. Есть такое определённое. Ностальгия, конечно, лютая. Когда-то я думал, что, может быть, там квартиру купить. Мне этот коровён очень нравился. Я как-то прям привязался к этим местечкам. Вот там МЦД ездит. Мжик какой-то идёт, смотрит на камеру. Тут тоже такой вот... А, ладно. Так, что тут ещё у нас есть? Да, если вот туда поехать дальше, там ещё более интересно. Старфилд не попиже, конечно. Но это да. Живцов доволен. Да, то есть это... Мне очень лето в этих районах нравилось. Прям по кайфу было. То есть так, мы идём к району Сокол. Вот это вот седьмой корпус, насколько я помню. Или вот это? Не-не-не, вот это седьмой корпус. Там у меня тоже кафедра была вначале. Там на какой-то чердак надо было подниматься. Короче, где сидели эти преподы. Там ещё была столовка где-то вот в этой части. И люди там какую-то хрючевую себе брали. Не знаю, всегда стремался это покупать. Но, в принципе, какие-то комплексные обеды. Там макароны с чем-то ещё, в принципе, нормальные были вроде как. Ну, судя по словам людей, которые всё это ели. Вот здесь вот этот вот... Бля, вот это самая смешная херня. Потому что я забыл про это. Потому что там здание буквально превратили в большой телефон Samsung. И каждый раз, когда выходил новый телефон Samsung, они это по-другому, короче, подавали. То есть здесь это флип. Но это всё-таки как бы монолитное здание. Оно не может сложиться. Но всё равно ты прямо очень издалека видел это здание. Ты можешь поплакать. Мы все понимаем. Я помню, как я по утрам пиздавал вот сюда. О, гидропроект, да. Гидропроекту. По вот этому переходу. И вот там на соседней улочке был Макдональдс. Я на завтрак туда очень любил ходить. Это было весьма приятно. Так вот, сейчас заезжаем вот в этот тоннель, так сказать. Блин, а можно сверху посмотреть, что? Так, вот это вот у нас метро Сокол. Вот там вот метро находится. Здесь у меня один товарищ жил когда-то. Вот, вот этот вот телефон реально, особенно по ночам, его пиздец видно. А вот там вот улица уходит, где Макдональдс. Здесь какие-то дыхуя разных заведений, ну хуй знает. Вот, теперь продолжаем наш путь. Это Ленинград, кажется, да? Насколько я помню. Тут какие-то странные ракурсы. Во-во-во-во-во, тут вот эта арка, вот это вот. Да-да-да, вот это здание очень красивое. Так, и мы постепенно двигаемся к аэропорту. В МАДИ учился. Телефон пять лет. Да-да-да. Не, это, я просто обожаю на самом деле эти места Москвы. Это типа что-то вроде как север, но не слишком дальний. Вот, там вот это вот, типа Сталинка. Да, все, мы на метро-аэропорт. Мы добрались. А интересно, у нас все еще там есть? Ща, тут одно местечко интересное лично мне. Я хочу узнать, сохранилось ли оно. Бля, или не здесь? Сука, я проебался, что ли? Блядь, не-не-не, по-моему, подальше, подальше. А, не, во-во-во-во. Или нет? Да-да-да, вот здесь вот парк. Здесь вот этот вот торговый центр. Тут была японская закусочная, в которую мы ходили. Это Марукаме. Вот оно было где-то... Вот там. А, все, есть! Да, есть Марукаме. Все еще на месте, блядь, слава богу. Великолепное место. Так, вот эти вот два дома. Это вроде Mail.ru, насколько я помню. Если до сих пор так, я не знаю. Вот, и вот эти два дома, где там немножко дальше, уже начинается метро... Я-то сейчас не помню, как оно называлось. Динамо, Динамо, по-моему. И вот оттуда можно было попасть в авиапарк. Это торговый центр, в котором, я помню, был на запуске Division 1. Там, на самом деле, много таких запусков. Типа, ты мог приехать и ровно в полночь игру получить. Всякие крутые... Всякие крутые автосервисы. Mercedes-Benz, там где-то BMW, по-моему, было что-то такое. Здесь, ебать, азбука вкуса. Ну, то есть, начинается вот эта уже дорогая-дорогая Москва. Когда ты видишь азбуку вкуса, ты понимаешь, что всё. Типа, ты в блатном районе. Самый большой аквариум. Да, то есть, дальше там просто... Ну, типа, если мы едем дальше, то, да, Динамо начинается, насколько я помню. Там вот этот вот стадион, который строили, блядь, миллиард лет, нахуй. И миллиард раз откладывали. Вроде как, должны были уже давно достроить. Ты же в Харькове был, есть что глянуть? Блядь, чел, я боюсь, что там какие-нибудь нынешние фотки Харькова. Мне как-то не хочется смотреть. Давай как-нибудь в другой раз, дружище. Так, окей, переключаемся на 19-й. О, в 19-м я, кстати, возможно, там бывал, да. Осенние такие или весенние. Почему нельзя дальше проехать? Что за хуйня? Ну, что, блядь, здесь остановился и развернулся? Я не понимаю. В 18-й. Но в 18-м я выпускался. Так, едем дальше. Вот этот стадион Динамо. А если мы пойдем немножко дальше, то уже начинается ебать что нахуй. Тут уже, блядь, мы приближаемся к тому самому. Так, 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 так. Вот это, дорогие мои друзья, уже белорусское. Это белорусский вокзал. И довольно-таки важная станция, потому что пересадка на кольцевую. Привет, Патриков, здорово. Мы так знаем, что ты ностальгируешь по временам 1288 года. Но мы пришли сюда, чтобы ты смотрел кринш из донатов и от микро-бодера. Бля, прости, 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 прости. Прости, я просто... Просто скучаю, знаешь, по временам, которые уже давно не вернуть. По местам, по которым так бы хотелось прогуляться. По великолепным местам. Во, да, белорусский вокзал. Ебать, красивый. Вот тут Магнолия, там крутые районы, там, по-моему, Квартет Ии. Что-то там у них офис или типа того. Так, и сейчас мы перемещаемся к Маяковской. Маяковская тоже топ-станция, потому что там дохуя пиздатых баров было в свое время. А это уже 2023-й, нихуя себе. Так, Блэйкангус. Так, 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 так. Карты старые, скорее всего, в нынешних условиях. Любая неверная фотка и словишь табло. У меня, вот, мост снесло. Нам надо потопать теперь, где его нет. А все так же есть панорама на карте. О-о-о-о, бля, база, пилзнер, чешская пивная. Такой топ, пиздец, там так вкусно. И пиво у них хорошее, в принципе. Ну, они там козловицы, как правило, наливают. Нормально, нормально. Вот, и так мы пришли к великолепной Маяковской. Великолепная Маяковская. Тут Эльпатио. Ростикс? Че, блядь? А почему Ростикс? Там же кивси. А, блядь, точно. Нет, 2023-й, окей. Так, окей. Тут Шпатон был, насколько я помню. И тут теперь Ростикс. Окей. Ростик стал че-то невъебенно большим или... Я не помню. Странно. Так, вот вход в метро. Так. Да, видимо, они как-то... Блядь, где Шпатон? Ёбный рот, блядь. Ну куда ни уделим. Так, ща. Ща, ща, ща. Я хочу дойти до Тверской. Хочу увидеть, как Тверская щас выглядит. И на этом мы закончим. Эльпатио щас говно. Многие скажут, что оно и было... Не, ну раньше оно было довольно вкусным, на самом деле. Кофе с собой. Ебать, тут че? Тут была эта стройка, там вроде че-то какой-то дом стоял. Видимо, снесли, хуй знает. Так. Старые фото включить можешь. А, да, кстати, да. Да, тут был дом, ебать, куда он делся. Типа они дом целый снесли, ёб твою мать. Щу, нихуя себе. Бля, ебать, все поменялось, конечно. Да, погоди, в двадцатом есть. В двадцать первом что-то там делают. В двадцать третьем нету. В двадцать втором... Да, в двадцать втором уже снесли. Тут досносили. Нихуя. Круто. Так. Да, шпат у нас в переулок. А, да-да-да, точно. Так, окей, двигаемся дальше. Но я хочу сейчас посмотреть, как сейчас выглядит. Ну, это приятная улочка, конечно. И вот так мы добираемся постепенно до величайшей улицы в моей жизни. Тверская. Тверская это великое место. А, это вкусная точка. Я подумал, это вход в метро какой-то новый. Ебать, а что все такое стеклянное? Типа это какой-то новый вид, типа архитектуры, я не понимаю, что это за хуйня. Ну, в принципе, не знаю, наверное, внутри все выглядит примерно так же, как и было. Так, вот тут там что-то театр. Кстати, с этой улицы пиздец, как скопировали улицу Старкова. И вы можете заметить, что вот если мы двинем немножко дальше, то вот там вот театр, вот и в принципе улица, ну, безумно скопирована на самом деле улица Старкова с этого. По-моему, даже вот Макдак там же, в том же месте. Самый первый Макдак был, да-да-да. Ебать, самокатов, ни хуя себе. Да, что-то самокатная тема прошла сильно мимо меня. Я вот там любил на лавочках сидеть, что-то постоянно кофе брать, курить. Зависать по телефону, что-то. Не знаю, я в это место чисто ехал просто затусить самим собой. Мне там очень нравится, нравилось. Фотки можно посмотреть внутри? Ну да, по идее. Не похуй. Вот. Не, конечно, место красивейшее до сих пор. Москва красивая, Москва красивая. Тут, типа, ни дать, ни взять. Конечно, многое поменялось, но многое осталось прежним. Она какая-то широкая пиздец. И когда в Питер приезжаешь, он узкий. А Москва, она широкая. Там просто вот выходишь и ебать улица нахуй. Вот это действительно было пиздато. Просто ебать большая хуета такая огромная. Ресторан Армения. Все на месте. Ну, Москве ебанутый бюджет, это правда. Так, ну давайте доберемся до главного, так сказать. Про Питер же за. Ну, Питер такой более европейский город, я бы сказал. Вот там улочек очень много. До ЦУМа. Так. Тут уже классика начинается. Что-то там перекрыто все. Странно. Тут приятные улочки. Не, прогуливаться по Москве было одно удовольствие. Типа, это было мое хобби, наверное, там, когда я поначалу в Москву приехал. Потому что я просто каждую из этих улочек знаю наизусть. Так приятно было. Но как-то вот, когда я стримингом начал заниматься, я как-то в центр все реже и реже залетал. Так. Только не туда. Да нет, не знаю. Мне, типа, нравится Москва в этом плане. Я как-то вот... Мне прям не хватает, типа, знаете. Там как-то дышалось очень хорошо. В плане... Ну, она широкая. То есть, типа, прям... Прям, типа, заебись широкая, огромная. О-о-о. Вот это да. Вот это да. Вот это... Вот это тоже прекрасное место. Большой театр. Что там? Есть эти? Блядь, убрали. Убрали лавочки оттуда, сука. Вот здесь вот... Блядь, не видно. Короче, находится место, страна которой нет. Вот очень любили сидеть здесь на лавочках. Смотреть на эту надпись. Прям... Прям любимое времяпрепровождение. Давайте до Лубянки прогуляемся. Ебать. Вот это, конечно... Ну, типа, нормально. Вот, сумма, ебать. Нормально. Там обычно говоришь, что закупаются всякие хуйсосы. Я там, кстати, ни разу не закупался. Вот дрон, по-моему, что-то там рубашку покупал. Так, идем дальше. Вот на этой улочке есть пиздатиший... Не... Да, да, по-моему, на этой пиздатиший магазин с музыкальными инструментами. У меня вот кабель для микрофона, который я до сих пор использую. Я там, короче, покупал. Вот до сих пор частичка этого магазина со мной. Это центральный детский магазин. Там сейчас какие-то эти ивенты с Генштейн Пак там вроде проходят. Вот. И вот она, величественная широкая Лубянка. Тут, по-моему, где-то там ФСБ. Тут что-то еще. Что файрекс денег уже не хватает тут, а видосах с донатов говорить. Ха-ха. Очень лампово стало вместо этого габы. Бля-а-а-а. Да, вот там книжный магазин очень прикольный был. Вот там мой друг работал. Там особняк какой-то старый, который арендует постоянно. Там экскурсии проводил вроде бы. Вот. А здесь у нас метро. Там какая-то, типа, академия. Что-то монастырская академия какая-то. Здесь был какой-то технический музей или что-то подобное. Меня туда отец водил в первый раз, когда мы в Москву приехали. А потом его закрыли, нахуй, лет на десять. Хе-хе. Я так в него снова и не попал, блядь. Вот. А там Китай город. Там тусят отбросы, блядь. Там просто, просто самые главные отбросы общества. Ну, типа, всякие музыканты, художники, неформалы. Вот они все там тусят. Вот здесь когда-то Killfish был самый уебищный Killfish в городе. Он был на втором этаже, без окон, без дверей, полностью закрытый. И рядом с ним тусили реально отбросы, пиздец. Дед, ты уже пятьдесят четвертого года сидишь в картах. Вышел Half-Life Star Reel. Геймеры стали натуралами и начали встречаться с женщинами. Интернет уже перестал существовать. А ты так и видик из моего доната не чекнул. Да прости, прости. Да скинь еще раз в следующем донате, я посмотрю обязательно. Короче... Ебать чего? Погодите, что? Что? Короче. Здесь раньше был ебаный пустырь, разъебанная какая-то парковка, на которой тусили школьники, бухали гараж, курили. А там дальше были заброшенные общаги то ли МГУ, то ли Бауманки, в которые можно было залезть и получить охуенный вид на город. Вот где-то там синагога или что-то подобное. Ебать, они облагородили это место. Я даже не знал, пиздец, там выглядит как место, где можно с детьми гулять на самом деле. Парк Горка. Нихуя себе они, конечно. Я помню, я видел, как дракоманы ширяются. Господи. Тут это же было место, где собирались все пидовки Москвы, чтобы найти себе таких же парней. Ну, это здание, конечно, да, примерно такое же. Да, да, да. А, давайте на старых картах. Чекнем, да, 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 мы же можем год сменить точно. Сейчас, короче, интересно просто проезжала ли машина по этой улице, потому что я помню, что она была довольно уебищная. Ну, кстати, весьма неплохо сделано. А ну-ка, 17-й. Или это не то место, блядь? Может, я ошибаюсь? Не, это то место. Это то самое место. Да, это оно, это оно. Это, блядь, это место, где все... О-о-о, вот два кадра. Как раз вот, типа вот, примерно такого контингента. Я, видимо, давно там не бывал, конечно. Но вот это то, что я помню, блядь. Вот там тусили школьники, там вот эта вся хуйня была. Это, да, это наши места, да. Ах ты, грязный байтер над донатой. Ну да ладно. Благо, у меня денег сейчас прибавилось и могу посимпить деда. Ссылка. Да, вот это вот, вот это вот, это Китай-город, про который, собственно, все говорили. Там свалка ебаная, вот те, вот там заброшка. Прикольно, прикольно было. Ну-ка, 13-й год. Ну, в принципе, тогда, да, это еще была функционирующая парковка. Но уже к 15-му году это было, да. Ну, кстати, приятно видеть контраст, ебать, типа, пиздец. Ну, типа, серьезно. Это выглядит как будто с проектной картинки чиновника, который потом спиздил деньги, но как будто в итоге все получилось примерно как на картинке. Вау, красивейший. Реально, реально очень красиво. Давайте пойдем дальше по Китай-городу. Табак, пиво, электронки. Блядь, это, конечно, так кринжово сейчас, типа. О, вкусные точки, здесь пизда. А давайте вернемся во времена. Да, тот самый Макдональдс. Еще зимой что-нибудь такое вот. Какое-нибудь зимнее время хочу увидеть с Макдональдсом. Такое прохладненькое. Потому что я там постоянно что-то себе брал, согревался. Эх, хорошее было место. Ну, тут рядом было не очень хорошее место. А ну-ка, а Килфиш? Я хочу найти год, когда еще Килфиш был. О, я его уже вижу. Я его уже вижу. Да, вот он. Форгман, спасибо. Ссылка на торрент Старфилда без вирусов, пожалуйста. Блядь, чел, просто купи себе или оформи геймпасс. Ёбаный рот, ты 15к додатишь. Просто купися. Скиньте ссылку на торрент Старфилды без вирусов, пожалуйста. Спасибо. Короче, заходя в подобное место, ты примерно понимаешь, на что ты идешь, да? Когда Фонбет, Барракуда, Килфиш. А, не, Борода Крафтбар, Килфиш. Еще почему-то там продавали настольные игры. Кофе с собой, табак, напитки. Короче, ты знал, во что ты ввязываешься, на самом деле. О, давайте проследуем дальше по этим прекрасным. Прекраснейшим улицам. Теремок, господи. Как же мне не хватает блинчиков из теремка. Илья Муромец. Мясной богатырь. Эта хуйня реально спасает. На Тахтаре. Грузинский ресторан, кстати, на Тахтаре. Лопатка-ягненка. С оленями. Ебать. Эх, двигаемся дальше. Давайте уже перейдем обратно в 2023. 2023 реально как будто из картинки просто. Пиздец. Вот. Что-то было слишком много грузинских баров. Грузинский. Бар грузинский. Вроде вина было много хорошего. Эту хуйню, по-моему, всегда строили. И так не достроили. Вот какие-то министерства. Что-то там. Не министерства. Какие-то посольства. Тут дохуя было. Вот что-то такое. Во. Вот эта улица имеет для меня особое значение, дорогие зрители. Видите вот это место? Короче, если мы перейдем в 2015. Короче, это место имеет особенное, сакральное, я бы сказал, значение. Потому что вот здесь вот был магазин под названием VideoIgr.net. Он потом переехал в другое место. На парк культуры, насколько я помню. А вот здесь сюда я... Вот как раз в 2015 году сюда я приходил за Ведьмаком третьим. В 2014 году я сюда приходил за Destiny. Прекраснейшее место. Самые дешевые цены на рынке. Вообще топчик, топчик. Просто топчик. Так, давайте дальше. Давайте дальше по прекрасным местам. По прекрасным местам. Тут еще один теремок. Что-то я сейчас думаю, как-то много теремков было. Или это не теремок? А, нет, не теремок. Ну, тут, по-моему, еще один был теремок. Теремков было очень много, кстати. Мне кажется, теремок это было самое выгодное, в принципе, из такого, как бы, традиционного фастфуда, скажем так. И тут мы дошли до лучшего места на свете. Это, дорогие друзья, Пилзнер. Чешская пивная. Великолепное место. Его очень любил мой отец. Мы постоянно здесь заседали. Постоянно пили нефильтрованное. Великолепное местечко. Особенно акции по выходным были крутые. Кидайте в чат, Дед Натурал, и ссылку на свой стим. Рандомно подарю модерн Барфи. Нихуя себе билиберда. Вот. Но было местечко и поинтереснее. Было местечко и more interesting, скажем так. Ну, только его сейчас на карте найти. Так, сейчас. Давайте найдем его на карте. Нам нужно метро Павелецкое. А метро Павелецкое у нас... Блядь, если честно, я немножко путаюсь уже. Оно где-то должно быть пониже, это... Андроновка. Блядь, что это за станция метро? Я даже не помню. Такие Андроновка какая-то. Так, окей. Оно должно... Во-во-во-во, Павелецкое. Павелецкое. Идем сюда. И вот где-то здесь. Вот сюда. Оно там, оно там, оно там. О-о-о, оно там! Да, Эд Пау Лайнер. Эд Пау Лайнер. Лучшее место среди всех мест в этой вселенной. Эд Пау Лайнер. Эд Пау Лайнер, блядь. А вот здесь вот у них виднеется летняя веранда. Это прекраснейший ресторан. Если вы никогда... Если вы были в Москве, не были в Пау Лайнере, вы реально очень многое упустили. Мы сидели в основном в зале в Пау Лайнере. Потом выходили, курили у речки, ссали. В общем, неважно. Было прекраснейшее место. Я помню, вот здесь мы с Петей сидели, когда меня из больницы выпустили. Я впервые там после больницы пробовал пиво. Меня разнесло с 0,3. Мы потом пошли до Курской пиздохой. Гулять по Москве весело. Я не знаю, вот особенно с другом. Просто Москва, она как энциклопедия какая-то. Там каждое место у него ебать какая история. И ты такой типа идешь, и каждый перед друг другом выебывается. А вот здесь вот, а вот здесь вот, а вот здесь вот. И все такое широкое, красивое. Столько пиздатых мест. Кстати, да, там пилзер еще один. Просто великолепно. Давайте посмотрим на это место. Я хочу какого-нибудь... О, у них тогда другая вывеска была. 19-й. И в каждом из этих годов я там сидел. Я подозреваю, что в этот... Ну, это они днем снимали, поэтому вряд ли именно в это время я там сидел. Но... С каждым годом... Ну, не, в 15-м году у нас еще не было денег. В 15-м году мы еще там никогда не сидели. В 15-м году у нас денег на него не было. А вот в 17-м году, когда мы все стримерами-то стали... О, тогда, блядь, понеслось. Тогда только в паланере и сидели. По-моему, в 18-м году, когда у дрона Днюха была... Там ебать, он за нас заплатил за всех. И он просто на заказах там таких вещей. Мы так обожрались. А в конце он еще и розовое шампанское заказал. Я так богато не блевал никогда. Это было круто. Это было круто. Кстати, несколько точек можно посмотреть с высоты. А, да? Ну, я тут не вижу. Не знаю, как. Это раньше был мой любимый ресторан Песто, но его закрыли. Блин, печально, печально. Да, забавно было потом метро ловить. Ой, это такси-такси ловить, да-да. Ну, короче, не-не. Прекрасное местечко. Особенно вот там улочка. По ней очень было приятно прогуливаться. По-моему, кстати... Я, кстати, не уверен. А ну-ка, давайте перелеснем где-то на год так 20-й. Да-да-да-да. Вот эта вот улочка очень-очень приятная. По ней прогуливаться после Бухича. Бухича, так, в сторону центра. Как бы там, типа, театральный. Было вообще замечательно. Серьезно, типа... Я эти вечера не забуду никогда, наверное. Вот. И вот так вот, типа, что-то едем, едем. Там уже по кольцу. Вот это. Садовое кольцо, мне кажется, это лучшая вообще часть Москвы. Потому что ты, по сути, как бы в любое место можешь по нему добраться. Просто... И по нему просто идти прикольно. Потому что, опять же, Москва-река. Это красивое. Ммм... Э-э-э... Вон Сталинка. Красотища. Красотища. Да не то... Я натурал? Не, ни в коем случае. Ни в коем случае. Я натурал? Лебать, ты обижаешь. Вот. Ну, кстати, я так понимаю то, что... У меня-то больше нет, наверное, мест. Которые я могу так показать. В принципе, у меня был паланер, общага и все. А, хотите узнать, где я жил, короче? Хотите узнать, где... Хотите узнать, где я жил? Перед отъездом. Где находилась та самая Леджендери Хата, с которой все началось? Дед, это не одна улица и пойдем. Пускай это прикольно и оригинально. Но обещание держать надо, иначе ты получишь... Сейчас, сейчас, погоди, погоди, погоди. Раза него нихера не получишь. Короче... А, бля... Щелковская. Нам нужно метро. Щелковская. И это у нас вот здесь. Вот здесь я провел, наверное, самые странные годы своей жизни. Потому что я переехал туда. У меня были проблемы с работой. Нужно было ездить на другой конец Москвы. Но вот здесь, наверное, прошли реально самые странные годы моей жизни еще. Так, вернемся. Ну, это 21-й год. Как раз... Я, короче, жил в этом доме. Вот этот дом, я там жил, вот метро. Блатное место, 26К. Заебись. Щелковский торговый центр был... Ну, типа, так себе. Там были заведения, в которых можно было похавать. Там был Starbucks прикольный. Там был магазин винный очень хороший. Вот он. И там снизу, на цокольном этаже, был перекресток. То есть, в принципе, нормально. Нормально. Вот здесь был магазин всегда. Смешные цены. Вот там дальше KFC. А тут, если немножко продвинуться дальше... Да, да. Вот там вот вход в мой двор. Рядом с ларьком с мороженым. Это топовая пятерочка. Сколько раз туда ходил за пивом. Я помню эти бесконечные походы за пивом перед аниме-стримом. И потом я устремлялся обратно в это прекрасное место. Отец сказал, что этот район полное дерьмо. Когда он приехал, там вонял говном. Ему не понравился контингент. Он сказал, что рад, что я оттуда съебался. Каждый раз он мне напоминает, что я жил в говне. Мне район нравился. Мне район нравилось. Мама сказала, что замечала, что на меня постоянно какие-то странные эмигранты смотрят. Но, опять же, на меня никто не смотрел. Я не столь... Я не являюсь такой красивой женщиной, как моя мама. Поэтому на меня никто не смотрел. Билла! Билла топовая. Там такие скидоны были. Так было вкусно все. Там так было охуенно. Так было пиздато. Не, где я работал, я не покажу. Из этических соображений, скажем так. Вот Билла, это топовая тема. Я обожал Биллу. Это супермаркет, в который я ходил. Когда мне было не заебисто до него дойти. Когда я был не с похмелья. Потому что в похмелье ты заходишь в самую ближайшую пятерочку. Вот здесь вот... Вот это место. Но я не буду раскрывать, в чем прикол этого места. Вот этого вот конкретного. Но я думаю, вы понимаете, в чем прикол этого места. Вот, но мы там покупали сигареты постоянно. Стики для Айкоса. Там разные приколы. Там вот это вот все. То есть прям замечательно. И прям вот вышел, дошел, круглосуточка и обратно. Просто идеальное местечко. Там, короче, вот в этом месте построили банк. Газпром банк. Во-во-во, да-да, Газпром банк. Прикол в том, что там дверь стеклянную разбили, блядь. Еще до того, как он открылся. Типа, это многое, возможно, вам скажут о районе. Вот там подъезд находится. Я помню, да, я рассказывал эту историю. Я стою рядом с подъездом. Что-то общаюсь с отцом. Как раз 22-й год. Он мне говорит, делай загран пиздуй нахуй из страны в Израиль. Я такой, да пап, все нормально, типа. И тут рядом со мной что-то женщина подходит. Меня по плечу хлопает. Я такой, не понимаю. Я в AirPods стою, типа. Сказал, типа, окей, типа. Я не знаю, типа, что она хотела. Я говорю с отцом, оборачиваюсь. Она срет у подъезда. И я такой, типа. Я просто, я сразу отвернулся и отошел. И я говорю отцу, знаешь, типа. Возможно, ты прав, надо съебывать. Типа, что это за хуйня была, блядь. Она просто села из среды у подъезда. Типа, она, видимо, побеспокоилась. То, что мне вонять будет. Или что-то такое. Я не расслышал. Блядь, это что-то, блядь. В двух метрах от тебя человек. Среди бела дня у твоего подъезда садится. И срет. Притом, женщина. Ну, пропитая, конечно, но все равно. Вот. Это уже 2022 год. Примерно время, когда я уезжал. Вот там я делал фотки на паспорт. Да нормальное место. Только не кроссовка и чертанова. А в чем проблема этого места? Одна улица и пойдем. Ладно, не ебу мозг больше. Ну, типа, не, понятное дело, что это... Щелково, это, как бы, не самый лучший район, да? То есть... Не самое... Не самое лучшее местечко, но у метро нормально. Как это? По теории, чем дальше от метро, тем хуже. А здесь нормально. Работал на Щелковской. Убогий район. Тут нормальный. Туда, среди бывших зеков, собственно, контингент там пиздец. Ебать. Да нормальное место. Я не знаю, у метро все было нормально. Я выходил, магазинчик рядом. Билла тоже рядом. Правда, она потом что-то переименовалась. Какое-то говно. Фотографию сделать, что-то отксерить, все рядом. Торговый центр там, ДНС, Старбакс, там, КФС, все есть. То есть, вообще кайф, кайф, кайф. Кайфовый райончик. Что-то, я не знаю, вы все какие-то расисты-националисты. Вам, типа, ой, контингент не тот, что-то. Да мне похуй на контингент. Магазин рядом, все заебись. Я домой пришел, все, мне ничего не ебет. Да, там были наркоманы. Да, в подъезде странные люди периодически встречались. Да, бомжи спали у подъезда и в подъезде и стучали по ночам. Но в остальном район был нормальный. То есть, я не могу жаловаться. Притом, 26 тысяч в месяц. Ну, как бы, заебись. Это 260 долларов практически сейчас. Это вообще копейки. Вы русофобы просто, я считаю. Видимо, вы купили Call of Duty уже. Я не знаю. Вот. Короче, нет, топовое местечко. Вот, тут прям вот прогуливаться. Тоже широкое такое, все пиздатое. О, пятерочка. Вот так переходишь, такой вот переходишь. И вот идешь. Я помню, особенно зимой было кайфово. Тут дохуя народу постоянно. Там на работу, с работы. Ты идешь так, типа, в пуховике. Теск, с капюшоном. Наушники врубил. Слушаешь музыку из персоны, допустим. И было просто замечательно. Не знаю. Прям нравилось. Прям нравилось. Ну, конечно, блядь, в 18-м году, когда я туда приехал, это было дерьмо. А там было хуёво. Какие-то палатки, рынки какие-то были. Блядь. Что-то, блядь, какие-то... А, тут только начинали строить торговый центр. Да, ну вот. А вот в 21-м... Ну, скажите, какая большая. Ну, гайс. Ну, большая разница. Ну, все, кто пиздят на Щелковской, не были там позже 18-го года, мне кажется. Вот это вкуснотень. Вот это было круто. Я постоянно шел, видел себя в этом отражении. Вот. Жалко, что в 23-м году нету. Ну, как бы информация о том, как это выглядит. Ну, тут уже человеческая камера была. Ну, метро не изменилось. Тут всегда какой-нибудь хуебец торгует симками, кабели и все прочее. Тут, как бы, нормально все. Все было нормально. А, вот там спортмастер открылся. Нихуя себе. Враг в отражении. Да, да, да. А смешные цены уже не смешные. Уже исчезли. Не, они все еще там. На хуй не сняли? Это странно. Вот. Там, я не знаю, ростик с леки в Си уже. Ну, пусть знаю. Вот. Так, я сейчас покажу свою качалку, в которую я ходил. Короче, качалка была где-то... Где-то здесь, наверное. Не-не, подальше, подальше. Ладно, ладно, сейчас все, последнее. Посмотрю и уходим. Макдак. Макдачка, 21-й. Вот здесь была топовая дешевая качалка. А там была сауна. Просто все вместе. Ну, сауна была и внутри фитнес-клуба. Олимпик. Топовая тема. Ходил до самого отъезда. Охуенное место. Леха Хомякова не встречал? Не-не-не. Не, прям... Бля, я люблю эти места. Бле-е-е-е-е. Покажи место, где тебя попускали. Ну, здесь. Хе-хе-хе. После переезда дед будет также ходить по Грузии показывать? Ну, скорее всего, скорее всего. Скорее всего. Грузия очень приятная. Особенно вот мой район. Сейчас вообще 10 из 10. Как по мне. Типа я нашел вообще, ну, типа самый идеальный район во всем Тбилиси. Как мне кажется. Не знаю蛋 с зем hörчжей. Так. Продолжение следует...